В Славянске на Кубани завершилось краевое первенство по вольной борьбе среди юношей до 18 лет. Побороться за победу приехали борцы из восьми муниципальных образований. Победители войдут в состав сборной Краснодарского края и будут представлять наш регион на чемпионате Южного федерального округа. Подробности в нашем следующем репортаже. Побороться за пьедестал почета в Славянский район приехали около 200 сильнейших спортсменов со всей Кубани. Место проведения первенства края по вольной борьбе было выбрано не случайно. Славянский район славится высоким качеством подготовки и проведения соревнований любого уровня. Славянский район у нас является одним из лидеров спортивной борьбы в Краснодарском крае. То есть это район, который всегда есть сборники края, сборники России. Очень много и ребят, и девчонок, которые борются не только на уровне края, но и на уровне Южного федерального округа и на уровне России. Если говорить об организации, огромное спасибо. Хочется сказать администрации района, потому что, ну, честно сказать, так как в Славянском районе именно организовываются соревнования, наверное, ну, многим районам нужно приезжать, смотреть и получать опыт, потому что это одно из лучших проведений всех соревнований. Мы знаем об этом, знаем, что когда приезжаем в Славянский район, соревнования всегда пройдут на высоком организационном уровне. Участники первенства выступали в 11 весовых категориях. Победитель получал возможность принять участие в чемпионате Южного федерального округа. Поэтому схватки на ковре были яркими и зрелищными. Первенство края по вольной борьбе среди юношей до 18 лет – это первое соревнование после снятия ограничительных мер, введенных в период пандемии. Соревнования покажут, насколько хорошо тренировались спортсмены во время карантина. Ну и, конечно, проверят психологическую готовность борцов к встрече с настоящим соперником. Одно дело – бороться в знакомом зале с ребятами из своей команды, и совсем другое – представительные соревнования и противник, от которого не знаешь, чего ожидать. И здесь важно сохранить боевой настрой и уверенность. Первая схватка, ну, вначале было трудно, но получилось выиграть. Тяжковато немного было. Ага. Вот сколько тебе еще предстоит схваток и вообще так настроить? Я думаю, что у меня еще где-то схватки 2-3. Ну, настрой боевой. Команда Славянского района была одной из самых представительных на первенстве. Детско-юношеская спортивная школа в Станице Петровска выставила на соревнования своих самых сильных борцов, в числе которых победители и призеры краевых и всероссийских турниров. В первенстве края участвует 17 наших воспитанников. Конечно, пригласили много сильных соперников. Турнир будет очень интересным. Ну, как говорится, загадывать и ставить – это неблагодарное дело. Ну, рассчитываем на хороший результат. Ребятки хорошие и победители края, и призеры ЮФО, и победители ЮФО, и призеры России у нас выступают на этом ковре. Так что ждем хороших результатов. Один из лидеров команды района – Денис Лисуненко. За его плечами большой опыт выступлений на крупных соревнованиях и многочисленные победы. Достижений у меня достаточно. Стал пятикратным чемпионом края, призером ЮФО, победителем ЮФО, призером России, призером Всемирных игр. На сегодня боевой настрой. Готовность стопроцентная. Готовился с тренером, вместе в паре работал. Готовился отлично на все 100%. В своей весовой категории – 71 килограмм – Денис Лисуненко стал серебряным призером первенства края. Бронзовыми призерами стали Данил Долгополый, Дмитрий Дячук, Денис Володько, Дмитрий Корниенко. Всего в копилке достижений славянских борцов – пять медалей. Чемпионат Южного федерального округа также пройдет в нашем городе. Уже в эти выходные из спорткомплекса «Лидер» будут определены сильнейшие борцы ЮФО. Приходите поболеть за славянских спортсменов. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События».